В этой профессии романтика сочетается с тяжелым трудом. Речь идет об археологах. В России в середине августа отмечается их праздник. По этому случаю в Краевическом музее области прошла встреча археологов и любителей истории, а также всех желающих пригласили на самые яркие экспозиции. Например, гости смогли познакомиться с жизнью и укладом кочевых племен. Ну вы знаете, я вообще интересуюсь археологией и история в принципе меня интересует всемирно. То есть я часто путешествую и всегда, в какой бы стране я ни была, я всегда посещаю археологический музей. Берлин мне очень понравился, музей Пергамон. И я просто не знала, что у нас такие шикарные экспонаты. Это было для меня открытием и удивительным. Похвастаться музею действительно есть. Чем? Одна из жемчужин коллекции найдены в Волгоградской области древний котел. По данным археологов, он принадлежит свирепому кочевому народу гунам, которые в 4 и 5 веках смогли завоевать земли от Волги и Кавказа до Рейна. До этой находки было непонятно, проходила ли их территория именно по нашей области или нет. Котел стал неопровержимым доказательством. Когда держишь в руках такой экспонат, сердце начинает биться быстрее. Это фрагмент гунского котла, который был создан приблизительно в конце 4 века. Найден же он был недавно, в 2015 году, в Калачевском районе, местными жителями и передан археологам музея. Котел найден был по частям, но анализ показал, что при реставрации его можно полностью собрать из этих кусочков. Однако музею такие работы не по карману. В 2016 году руководство подавало запрос на президентский грант, но краеведам отказали. Это несмотря на то, что аналогов такого предмета нет нигде в мире. Не мудрено, что находкой заинтересовались ученые разных стран. В декабре 2015 года его нашли, когда опубликовали фрагменты. До такой степени это был интерес археологического сообщества, и он идет до сих пор. И поэтому, когда мы найдем, так сказать, финансы, а это единица с шестью нулями, это очень большая сумма, это будет украшением коллекции нашей археологической экспозиции. И хочу сказать, я думаю, что когда он будет восстановлен, сюда будут приезжать, смотреть только на этот экспонат. Сейчас, к сожалению, на гунский котел посмотреть у желающих не получится. Экспонату требуется серьезная реставрация. Человек, который может проделать такую работу, найден. Не найдены только деньги. Музеи посчитали, на все потребуется миллион рублей. Краеведы надеются, что найдется меценат, а также помочь собрать часть средств могут сами посетители.